Баклажаны и болгарский перец – теплолюбивые культуры, поэтому их высаживают чуть позже остальных. Колхозники выращивают и капусту, томаты, лук, морковь. Хорошие всходы бахчевых культур. Ежегодно овощами здесь занято около 80 гектаров. Мы в основном выращиваем овощи ради того, чтобы людей занять работой. Тут в основном ручной труд у нас. Мы мало применяем на наших овощах гербициды. И почти каждый день работает от 40 до 50 человек. Выращивание овощей – дело прибыльное, отмечают экономисты хозяйства. Но только не в последние два засушливых года, ведь у колхоза нет растительной системы. Свежая продукция, выращенная хрустовчанами, всегда пользуется спросом у каменчан. Каждый год мы полностью обеспечиваем и потребность закрытых учреждений, и больниц, и школы овощами по заявке. Остальное то, что остается, мы реализуем на рынке, и в том числе реализуем определенную часть консервного завода. В этом году с консервным заводом договор на поставку овощей заключили и все остальные крупные землепользователи. Благодаря этому овощной клин в районе увеличился в разы. 400 гектаров заняты зеленым горошком, еще столько же – сахарной кукурузой. Аграрии надеются вырастить и хороший урожай помидоров. Общая площадь составляет овощных культур в этом году более 1000 гектар. По сравнению с прошлым годом, когда площадь овощных культур составляла 132 гектара, это хороший показатель. В настоящее время все овощные культуры находятся в хорошем состоянии благодаря выпавшим осадкам. Мы надеемся на то, что в этом году урожай овощных культур будет несколько раз выше, чем в прошлом году. По словам консервщиков, сырье, выращенное на этих площадях, позволит загрузить производственные мощности завода только наполовину. Первая партия зеленого горошка поступит на переработку уже на этой неделе. Степан Бугаев, Виорика Шпак, Первый Приднестровский.